Балельщики и судья-информатор, да и мы с вами немножечко так приутихли перед выступлением Джозефа Фана, ведь это фигурист, который вполне может сейчас побороться за очень высокие места. Спортсмен родом из Монреаля, где совсем скоро уже, какое сегодня число? Четвертое. Уже фактически через две недели начнется чемпионат мира среди взрослых. Ну, собственно, да, среда и среда. Сейчас тренируется в Торонто у Брайана Орсера и является фигуристом, который в нынешнем сезоне регулярно останавливался на тех или иных турнирах, в шаге хоть бы не стало, четвертым, пятым, шестым. И, в общем, он, конечно, хочет прервать эту не самую приятную серию. Джозеф Фан, Канада. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бурно приветствовать трибуны этого фигуриста. Хотя я бы сказал, что прыжки у него были далеко не такие уверенные, как у тех, кто лидирует. Во всяком случае, двор россиян, Мазарев и Яблоков. Они сейчас находятся на первой и третьей позиции. С той стороны смотрелись как-то поувереннее, что ли. Но, впрочем, это мы, конечно же, хотим выдавать желаемое за действительное. Арбитры не всегда согласны. Шунь Сата тоже мне понравился больше, чем канадец. Но, собственно, и оценка за технику вышеозначенных озвученных фигуристов все-таки повыше, чем у канадца. Посмотрим, как на повторах будет изменяться впечатление от его проката и будет ли. Вот сопнул повтор. Было-было касание второй ногой, вторым коньком у Джозу Хуфана на акселе 3,5. Тем не менее, оценка крохотный, но плюс. Каскад хорошо. Непрыжковые два вращения, четвертый, одно, третий, дорожка шагов, третий. Конкретно это вращение четвертого уровня и тройной рентгер во второй части программы. Тоже хорошо. Ну, в целом, я не могу сказать, что это выдающееся какое-то выступление продемонстрировал нам Джозеф Хуфан, но, однако, сейчас будет бороться такое ощущение с Илью Хуфаном. В данной ситуации Джозеф Хуфаном может, наверное, наверное, почетку сыграть и стартовать, наверное, все-таки уже ближе к заключительной разминке, в то время как Яблоков уже выступил, как бы, два десятка минут назад. Ну, собственно, именно это и происходит. Сейчас именно с результатом Яблокова пытается бороться Джозеф Хуфан. У Ильи немножечко выше мелочь. Вот тут прям действительно мелочь, 300 балла, но очень-очень приятная мелочь в пользу Ильи Яблокова. При, я бы сказал, не одинаковом исполнении тройного акселя жаль, что разница всего лишь в 0,03 балла у Яблокова.